Приоритета на нашем круглом столе, вот и госпожа Паула, рады видеть, так что мое выступление может быть более коротким, чем могло бы быть. Так вот, эти темы обсуждались уже и формулировались уже неоднократно, в том числе и на площадках нашего форума. Не секрет, что мир становится все более глобальным, не секрет, что угрозы, которые человечество получает каждый год, все новое и новое, хотя и основываются в общем и целом на одних и тех же базисах, которые коренятся в самой природе человека, в самой природе организации общественного устройства, его конкуренции, его несовершенства. Тем не менее, с учетом специфики, в которых эти основные базисные проблемы проявляются, позволяют говорить о новых модификациях этих угроз, на которые, естественно, юристы, как достаточно активное профессиональное сообщество, вынуждены давать серьезный ответ. И от того, каким этот ответ будет, очень многое зависит. На самом деле, история как 20-го столетия, так и тем более столетий предшествовавших ему, дает очень много примеров, когда угрозы, возникавшие перед обществом в целом, перед отдельными народами, перед отдельными группами людей, носили по-настоящему драматичный характер и были чреваты очень серьезными катаклизмами и заканчивались очень большой кровью и большими социальными потрясениями. Но ответ, который давался на эти угрозы, был более-менее эффективен. Но, что самое главное для нас, юристов, он был весьма часто сам, по своей сути, достаточно спорен с точки зрения идеи верховенства права, идеи справедливости, идеи гарантии прав человека. Из самых относительно свежих примеров, которые уже пришлись на эпоху всеобщего признания, приоритета прав человека, интересов личности, ее свободы, ее безопасности, когда уже в значительной степени на земном шаре был ограничен произвол, тем не менее, такие примеры имели место и в этот период. Ну, допустим, бандитизм в США в 30-х годах, эпохи Великой Депрессии, меня, уважаемые коллеги, поправят, те, которые лучше знают историю Соединенных Штатов. Но, насколько нам приходилось здесь, в России, слышать, когда американские юристы, прокуроры, в первую очередь, стали сталкиваться с тем, что бандитов крайне тяжело осудить в обычном процессуальном порядке, принятом в американской системе правосудия, стали либо пытаться посадить их надолго за менее значимые преступления, не те, которые они на самом деле, самые серьезные, которые они совершали, ну, например, за налоговые преступления, за неуплату налогов, либо просто примитивно отстреливать их в перестрелках, провоцировать перестрелки в общественных местах даже подчас и убивать их на месте происшествия. И в итоге волну бандитизма удалось в значительной степени побороть. Что-то похожее отчасти имело место в послевоенном Советском Союзе, когда, казалось бы, на волне всеобщего ликования от победы над страшным врагом появились в значительном количестве исключительно жестокие банды, которые грабили, убивали и держали в страхе города. Причем это были люди, которые прошли войну только что, для которых было не страшно совершать такие преступления. С этой волной Советскому Союзу удалось тоже справиться довольно быстро, буквально в считанные 5-7 лет. Но какой ценой? Ценой исключительно жестокой карательной практики, очень широкого применения смертной казни. Причем подчас, опять же, не за самое страшное злодеяние, а за сам факт причастности к банде. Мне доводилось читать уголовные дела тех времен, и очень много вопросов возникает при прочтении этих материалов. Сегодня мы тоже сталкиваемся с многими угрозами. Терроризм, экстремизм, торговля людьми, пиратство, деятельность распространения очень опасной информации в интернет-пространстве. Все это ставит перед нами те же самые вопросы. И подчас возникают вопросы относительно оправданности средств, которые мы применяем для решения целей, которые пытались достичь. Убийство Бен Ладина, тюрьма в Гонтанамо, проблемы, которые временами у нас возникали на Северном Кавказе, и подчас продолжает возникать. Цель исключительно благородна и исключительно оправдана. Какими средствами мы ее достигаем? Вот опросы, которые я хотел бы сформулировать в качестве такого начального пула, для того, чтобы задать, может быть, некое направление обсуждения. И еще одна история в завершении моей вступительной части. Дальше я обещаю не мешать уважаемым спикерам, а только предоставлять им слово. В 1971 году в Техасе родился человек по имени Лэнс Армстронг. Он стал профессиональным спортсменом, велогонщиком, выиграл чемпионат мира, а потом в возрасте 22 лет внезапно заболел онкологическим заболеванием. У него обнаружили рак яичек с обширными метастазами. Он прошел очень тяжелый курс лечения и потом героическим образом вернулся в спорт. И стал феноменальным чемпионом, победителем 7 лет подряд самой престижной профессиональной велогонки Tour de France. Он был всеобщим героем, который победил страшное заболевание, показал пример мужества, героизма, честной спортивной борьбы. В прошлом году американское антидопинговое агентство дисквалицировало его за применение допинга и лишило его всех побед. И, по сути, вычеркнуло его имя из мирового спорта. Ну, наверное, это решение было абсолютно правильным с точки зрения респруденции. Оно было справедливым и честным. Но возникает вопрос у меня, как у бывшего отчасти полупрофессионального спортсмена. Когда организаторы соревнований заставляют спортсменов 3 недели подряд заниматься чудовищной нагрузкой по 6 часов в день, на горных этапах велогонщики работают под час по 4 часа подряд на пульсе более 200 ударов в минуту. Вы можете себе это представить? Они получают колоссальные, они в данном случае организаторы, получают колоссальные прибыли от организации этих гонок, от телетрансляций, от тотализаторов. И они что, при этом рассчитывают, что хотя бы первая сотня спортсменов, которые доберутся до финиша в этой страшной мясорубке, не применяла допинг? У нас очень много сегодня ситуаций, когда мы, откладывая даже не решение, а просто честное обсуждение какой-то проблемы на отдаленные сроки, по сути провоцируем продолжение существования этой проблемы в законсервированном виде. Но ладно бы, если бы просто законсервированным, внутри этого замкнутого и необсуждаемого пространства проблема развивается, модифицируется, набирает обороты. И в итоге оказывается перед нами под час уже очень тяжелым для решения состоянием. Вот о чем я хотел бы сказать и рассчитывал бы на то, что и эта идея тоже попробует как-то сформулировать направление нашей дискуссии. Я думаю, что мы как джентльмены должны предоставить первое слово госпоже Пауле Северина, тем более, что она была когда-то первым министром юстиции Итальянской Республики совсем недавно. Ну и потому в том числе, что госпоже Пауле как представителю итальянской юстиции, как никому другому знакома, например, проблема незаконной миграции. Потому что Италия сегодня является, по сути, форпостом Евросоюза в противодействии наплыву самой первой волны незаконной миграции. Ну и в том числе потому, что в Италии, насколько я знаю, тоже довольно успешно развит велосипедный спорт. И тот человек, который организовал эту гигантскую допинговую схему, если не ошибаюсь, тоже был итальянец. Госпожа Паула, что вы думаете по поводу всего сказанного? Господин министр, представители властей, коллеги, благодарю вас за то, что вы предоставили мне возможность выступить на этом форуме. И, разумеется, темы, которые были затронуты министром, безусловно, за что я его благодарю, чрезвычайно важны. И я действительно начну со страны, которая, представителям страны, которая первой встречает незаконную иммиграцию. И, естественно, есть и положительные и отрицательные случаи. Применяются различные меры, иногда очень жесткие меры. И отобрать, кто эмигрирует с дурными целями, очень сложно. Для страны, которая действительно географически расположена так, что сталкивается с эмиграцией ежедневно. И, разумеется, мы являемся страной, которая в какой-то мере становится барьером для эмиграции в другие страны. Тайная эмиграция связана также с другой проблемой, очень важной, а именно похищение людей, вербовка вреды террористов. И, таким образом, в Европе, естественно, и другие страны сталкиваются с незаконной эмиграцией. Потому что не всегда принимаемые меры оказываются эффективными. Вся Европа, все географически называемые европейскими странами ведут эту борьбу против незаконной эмиграции. И тема моего сегодняшнего выступления, именно эта, и соответствует проблематике, которую я затрону, соответствует тому, что министр сказал. То есть, какие меры мы должны принимать, чтобы противостоять преступной, организованной преступности? Итальянский язык очень богат. Я использую слово «меру» в двух смыслах. Мера в том смысле, что... в смысле размер. Мер и мера, как действие, которое предпринимается с той или иной целью. И вот мера-мер всегда очень сложно здесь провести границу между этими двумя значениями. Министр юстиции говорил о целях и средствах. Говорил о том, что трудно подобрать адекватные меры для того, чтобы достичь той или иной цели. А мы должны находить средства для того, чтобы достичь цели, а именно противостояния терроризму. Очень трудно выбрать нужную справедливую меру, потому что государства очень часто критикуются за то, что они слишком много делают, либо слишком мало делают для того, чтобы противостоять терроризму. Они критикуются за то, что они сделали мало, потому что они говорят, что границы государств могут легко пересекаться террористическими организациями, организованной преступностью. И, так сказать, государство обвиняется в том, что оно не в состоянии контролировать эти процессы. Но, с другой стороны, говорят, что государство делает мало, а с другой стороны, говорят, что государство делает слишком много, а именно принимают слишком жесткие меры для того, чтобы победить международную преступность. Государство обвиняется в том, что они принимают непропорционально жесткие меры против терроризма и организованной преступности и нарушают основные права человека. Например, в обстоятельствах, которые можно назвать чрезвычайными, власти нарушают основные права человека и гарантии. Литература юридическая по этому вопросу написана очень много. В центре внимания справедливый процесс. В решении суда Хамдам в 2006 году в Соединенных Штатах Америки, там процедуры, которые были приняты для введения процесса над террористами в соответствующих военных комиссиях, противоречили понятию справедливого процесса. И наряду с нарушением справедливого процесса, слишком длительное предварительное заключение тоже критикуется. Очень часто подозреваемые иностранцы, террористы слишком долго содержатся в Сремен до суда. И вот Страсбургский суд осудил, разумеется, такого рода длительное содержание до суда. Это третий пример того, что критики называют чрезмерной меры. В Италии суды всех эстанций признали незаконным поведение суда в Швеции по поводу в связи с делом Аджиза. И обвинение, между словно, судов и государств противоречит друг другу. Мало делают, слишком много делают. Но что значит слишком много, что значит слишком мало? Они пересекаются, эти два понятия. Все это показывает, насколько сложно избрать правильную меру и эффективно бороться с организованной преступностью. То есть средства должны соответствовать цели, но при этом нельзя нарушать права человека. И вот это первая проблема с мерой и реакцией адекватной и неадекватной. И тип вмешательства со стороны государства. Для того, чтобы государство принимало эффективные меры, мы должны изучать цели, которые преследуют терроризм и организованная преступность. И после того, как мы определим цели тех, кто нарушает законность, мы тогда сможем найти справедливые и нужные меры для борьбы с этим явлением. Например, терроризм международный как таковой или терроризм глобальный должен рассматриваться с точки зрения тех целей, которые он преследует. А именно, терроризм глобальный, он хочет подорвать устои государства не просто какого-то национального государства, а в глобальном смысле всех государств. И жесткие меры, разумеется, должны носить специфический характер, но принимаются они очень часто на уровне национального государства, потому что именно интересы национального государства ставятся под угрозу. Очень часто различного рода восстания, волнения происходят в каком-то отдельном государстве, могут привести к дестабилизации обстановки в стране. И становится силой, которая заменяет законно избранные или традиционно правящие классы. И поэтому и воины глобальные также приносят отрицательные последствия для жизни мирового сообщества и подрывают устои отдельных национальных государств. И ведь главная цель в транснациональной преступности это ослабить государство, то есть форум шоппинг сделать, сделать государство более проницаемым. Но все равно, так или иначе, прежде всего терроризм и международная преступность направлены против отдельных государств. Терроризм глобальный действует, исходя из следующего менталитета. Ведь когда мы говорим о войнах, которые ведут те или иные государства, борясь со злом, ведь цель не в том, чтобы завоевать власть внутри данной страны. Цель заключается в том, чтобы использовать территорию, как какую-то площадку для того, чтобы заразить другие страны, другие государства. И здесь, безусловно, цепочка может продолжаться. Сама система государств в этом случае подрывается. Это последняя ступень или степень насилия, сложности. И с точки зрения времени мы все чаще и чаще становимся свидетелями такого рода угроз. Что касается международных организаций, они должны внести свой вклад в борьбу. Борьба против глобального терроризма, глобальной преступности не может быть задачей только одной страны. Это должна быть борьбой всех стран вместе с тем, чтобы не допустить разрушения системы под названием государства. Итак, после того, как мы определили цели преступности, если цель разрушить государство, поэтому государство должно среагировать соответствующим образом. И в глобальном плане, естественно, все страны должны приложить для училия совместно. Если мы перейдем к рассмотрению вопроса о типа мер, которых мы принимаем, министр нас пригласил сказать, как мы в Италии решили первыми принять меры против международного терроризма, против организованной преступности, Италия, естественно, должна была реагировать. И мы, естественно, решили предпринять прежде всего меры имущественного характера. Чем больше организована преступность, чем шире она, тем больше она нуждается в финансовых средствах. И поэтому различные виды преступности, терроризм, экономические преступления, они связаны между собой. Они сливаются в один макси-феномен, где терроризм, естественно, получает пищу от организованной преступности через продажу оружия, через торговлю наркотиками. И вот Мали, страна, где терроризм очень серьезную базу себе создал. Это страна, где торговля оружием, торговля наркотиками развилась, поскольку не принимались необходимые как профилактические меры, так и меры другого плана. И вот из таких стран, естественно, поступает капитал, необходимый для того, чтобы финансировать международный терроризм. Итак, в корне проблемы. Если мы хотим бороться с каким-то явлением, а это явление мирового плана, если мы должны бороться с организованной преступностью, с торговлей оружием, торговлей наркотиками, поскольку терроризм питается большими имущественными богатствами. Поэтому мы должны думать, мы должны сократить возможность получения средств от незаконной торговли оружием, незаконного оборота наркотиков. Италия, которая первой вынуждена была столкнуться с явлением мафии, например, такие фигуры, такой великий судья Фальконе, первый судья убитой мафией, он нашел средства эффективной борьбы с мафией. Он учил нас бороться с организованной преступностью, перекрывая каналы снабжения, финансирования. Мы называем это имущественные превентивные формы борьбы, меры с мафией, с тем, чтобы не было средств у мафии. То есть, если мы решаем имущество, и успехи были потрясающие. В Италии и в других странах мы пропагандировали такого рода имущественные меры, и они принесли хороший результат. Вот в Центральной Америке была последняя конференция на эту тему и в рамках Организации Объединенных Наций. Мы старались распространить такого рода меры с тем, чтобы бороться с торговлей наркотиками и торговлей оружием. Но это система, которая может нарушить конституционные права граждан. В Италии мы, естественно, уделяем огромное внимание защите прав человека. И мы создали систему, в которой Судья независимый в ходе процесса, естественно, должен принять во внимание все заранее. Не в ходе самого процесса, но должен понимать это все заранее. И вот тема поведения судей в процессе очень важная тема. Мы обсуждаем эту тему в Европе, где некоторые страны, как, например, Голландия и некоторые другие страны, они как раз вот такие примитивные меры принимают с тем, чтобы бороться с организованной преступностью международной, с тем, чтобы у них не было средств, то есть лишая их финансовых средств. Дело в том, что экономические доходы, которые получаются в результате хищения людей, торговли оружием и торговли нарком, огромные. И вот в Европе мы пытаемся эту идею о сокращении возможностей финансирования преступной деятельности, эту тему мы развиваем в Европе. И в интересах страны, которая еще не имеет соответствующее правовое оформление такого рода борьбы с преступностью, и, естественно, там, где этого нет, преступность процветает махровым средом. Мы называем это форум-шоппинг. То есть мафия, преступность ищет те страны, где им легче получать это финансирование. А там, где в странах, в частности в Италии, такого рода предварительные меры сокращения финансовых возможностей преступности принимаются, там достигаются хорошие результаты. И вот в Европе многие страны, естественно, стараются это все сделать, по примеру, Италии. Законодательство должно быть однородным в Европе. И таким образом мы объединим наши усилия, и мы сможем побороть чудовищное преступление, а именно международное, глобальную преступность, глобальный терроризм. Я думаю, что такого рода форумы, такого рода встречи очень важны с тем, чтобы все страны поняли, что только благодаря однородным мерам, униформным мерам, мы можем победить столь широкое явление, как глобальный терроризм и глобальную организованную преступность. Большое спасибо, госпожа Северина. Я предлагаю аудитории запоминать вопросы, чтобы потом задать их спикерам в части свободной дискуссии. Ну и уважаемым спикерам, я хочу напомнить, что вам должно остаться временно свободной дискуссии, поэтому прошу в дальнейшем выступающих укладываться в 10 минут, чтобы могли провести динамичную дискуссию. В декабре прошлого года я был в Лондоне и решил пойти на матч по регби, но водитель, который ошибся при вводе конечной цели, кстати, к вопросу о целях, в «Навигатор», привез меня вместо знаменитого стадиона «Твикенхэм» на стадион «Тоттенхэм». Так и пропустил игру, но самое главное оказался, правда, не по доброй воле, в самом, пожалуй, знаменитом районе Лондона, каким он стал примерно два года назад. Лорд Макнелли. Я думаю, что многих аудиторий до сих пор на памяти чудовищная картинка пылающих домов во время волнений и беспорядков в этой части вашей столицы, когда вызывали вопросы как тактика полиции, действующая в таком, в консервирующем проблему варианте, так и в целом вопрос, как могло в таком оплоте демократии и правопорядка вообще родиться и появиться такое явление. Ваша страна традиционно является и признанно является одним из лидеров в мировом правоприменении, при этом она всегда имела некий самостоятельный, обособленный взгляд на многие проблемы, начиная от вопросов реформирования Европейского суда по правам человека, заканчивая членством в целом ряде конвенций, в том числе той же самой Европейской конвенции по правам человека, поскольку членство в ней ограничивает известным образом эффективность борьбы с терроризмом. Итак, пожалуйста, я предоставляю слово госминистру Великобритании по вопросам юстиции и заместителю председателя Палаты Лордов, господину Лорду Макнелли, прошу вас. Большое спасибо, господин председатель. Как я вчера вам напомнил, когда мы с вами встретились, я не юрист, и я также и не философ. Вы знаете, когда я заполнял анкету, я указал, что я просто политик. Ну, это не та профессия, которой можно было бы стыдиться, но, вы знаете, как рабочий политик я буду с вами сегодня говорить. Я, профессор Северино, напомнил о нас, о множественности вызов, которые стоят перед нами, перед нами как граждане и как представители государств, в том, что касается представления гарантий о продолжении процесса защиты прав человека, о необходимости налаживания системы и выдачи скрывающих преступников и борьбы с организованной преступностью. Ну, вы знаете, что касается этих вызовов, они уже не новые, но в 21 веке, когда появились новые средства связи, то появились новые опасности, связанные с этими вызовами. Ну, вы знаете, форум в Вестминстере проходит уже в течение 50 лет на номере 10 Даунинг-Стрит. Если вы на Даунинг-Стрит 10 пойдете, вы можете там сфотографироваться на ступеньках, и вы можете сфотографироваться даже с премьер-министром. Ну, когда я впервые был издан в парламент, то можно было тогда прямо войти туда и посмотреть, как идет цепочка политиков. Но сегодня необходимо пройти через специальные контрольно-пропускные пункты, и у нас есть собственная служба охраны парламента. Когда я опоздал однажды, прибывая в международный аэропорт, то меня вообще посадили на тележку и доставили в самый дальний конец взлетной полосы. И для того, чтобы я мог поспеть на самолет, на который я опаздывал, это было 10 лет назад, а сейчас вам на это понадобится 3 часа, а тогда 15 минут. Сейчас мы живем в более опасном и более трудном мире. Но что мне точно известно, это то, что, как вы говорите, сегодня у моей страны уже существует дальняя история политического развития, давняя история политического развития. А в 18 веке считалось, что у нас есть разделение властей между нашей судебной, исполнительной и парламентской властью. Монте-Скью не был вполне прав. Но все-таки эти элементы тогда уже существовали. И я бы сейчас сказал, касаясь тех вызовов, которые стоят перед нами, и о чем вы говорите, эти элементы сейчас играют уже очень важную роль. И если мы хотим бороться с этими вызовами, решать эти глобальные вопросы, во всем их множестве, мы должны сохранять существенные свободы, которые мы поклялись защищать. И есть также необходимость защиты и судебной власти, даже если бывают случаи, когда судьи выносят решения, которые раздражают исполнительную власть. Парламент при этом должен постоянно очень четко отслеживать и контролировать, что происходит в других наших властях, в исполнительной власти, в частности, а исполнительная власть должна всегда соблюдать правила верховенства закона. И, конечно, есть еще и четвертая власть, это свободная пресса, которая необходима для того, чтобы эту систему сдерживания противостоя поддерживать. Как я говорил, господин председатель, сегодня также есть и международные обязательства, как вы сказали, в том, что касается Организации Объединенных Наций и Совета Европы. В том, что касается защиты прав человека и стандартов поведения, норм и правил. Мы через двухлетний срок будем праздновать 800-ю годовщину Великой Хартии Вольностей. И когда Рузвельт объявил о принятии Декларации прав человека Организации Объединенных Наций почти 50 лет тому назад, то, значит, эта Хартия была признана тем же, каким была Хартия Великой Хартия Вольностей сотни лет назад. И там также прослеживается концепция прав человека в отношении с государством. И недавно лорд Бингман отметил, что если вы тщательно изучите Великую Хартию Вольностей, то это там не такая же большая, не настолько серьезный документ, защищающий права человека. Но дух Великой Хартии Вольностей прожил в веках и влиял на правительство и отдельных людей в их формировании взаимоотношений между отдельным гражданином и государством. Я думаю, что фактически, о чем мы сегодня говорим и о тех вызовах, которые перед нами стоят, это сводится к тому, каким образом мы будем защищать наших граждан и защищать наше государство от реальных и насущных угроз, которые, несомненно, стоят перед нами. Они существуют, и многие из наших государств уже пострадали от них непосредственно. мы не должны уступать нажиму, который оказывается на гражданские права и свободы. мы должны защищать себя, создавая новые системы защиты, обороны. Конечно, стопроцентной гарантии защиты от этих угроз не существует, в конце. Но, в конце концов, мы живем в обществе, где есть свободы, которые требуются защищать. И сейчас требуется от политиков проявлять особую отвагу. В 70-е годы я имел честь работать с тогдашним премьер-министром Британии Джимом Кэллаханом. И я помню, однажды Служба безопасности нам докладывала о различных мероприятиях, которые они хотели провести, имея в виду терроризм тогдашний со стороны Ирландской революционной армии. После того, как они вышли из комнаты, Джимом Кэллахан повернулся ко мне и сказал, всегда говорит, слушай службу безопасности, но никогда не отключай свое собственное политическое мышление. И мне кажется, это всегда проблема во всем нашем обществе. Нужно выслушать хорошие советы, которые необходимы для того, чтобы защитить наше общество, государство, короверство. Это одна из главных, конечно, сфер ответственности правительства. Но все это должно быть сбалансировано. И тут должен быть соблюден баланс. Мы должны при этом сохранить свободное общество, которое хочется защищать при любых обстоятельствах. А я был министром юстиции три года. Мне кажется, для меня самая главная часть в моей карьере была поездка в Женеву, когда мы там отвечали на вопросы в ходе периодической проверки ситуации с правами человека в Великобритании. Мы отвечали на вопросы других государств. Мне кажется, это вот то, чем должен заниматься министр юстиции. В прошлом году в Брайтоне у нас собрались 47 государств, членов Совета Европы. Мы там обсуждали, как мы можем сделать так, чтобы европейская конвенция была более широко принята. Для меня эта встреча послужила источником вдохновения, когда я увидел все эти государства, которые пытаются достичь общих стандартов, признания общих ценностей. И именно в этом отношении я, как политик по профессии, как раз и говорю, что те вопросы, те вызовы, о которых Вы сказали, они реальные, и любой ответственный политик должен на них реагировать. Но он должен, или она, должны реагировать на них в контексте всеобщих универсальных ценностей. Спасибо. Большое спасибо, господин Лорд Макнелли. Профессор Оглетри работает в Карвардском университете по учителям президента Обамы. К сожалению, Бостон тоже оказался жертвой нападения совсем недавно, хотя мы привыкли его считать тихим, академическим, в общем, безопасным городом. Как выяснилось, люди, которые устроили этот террористический акт, в каком-то степени были таким естественным продолжением американского понимания некой американской мечты и карьеры, когда представитель другого народа, другой страны органично вливается в этот огромный «малтинг-пот», культур, собственных вкладов, мнений, собственной активности, становятся частью большого успешного государства. Но я уже не говорю о том, что рекомендации по изготовлению взрывного устройства братья Царнави почерпнули в свободном доступе в сети интернет. господин Оглитарий, как вы полагаете, есть ли какие-то границы, какие-то лимиты на пути предоставления людям, индивидам полной свободы в их активности, в их самовыражении? И какими должны быть эти лимиты, если они все-таки должны быть? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, господин министр. Прежде всего, позвольте мне благодарить вас за предложение поучаствовать на этом форуме и сказать несколько слов на нем. Я хочу о трех вещах сказать. Во-первых, я не говорю от имени правительства США сейчас. Я не говорю от имени моего работодателя юридической школы Харварда или какой-либо другой организации. Я говорю, как профессор исходя из своего опыта как юриста и практиковавшего в Соединенных Штатах Америки. Хочу сказать несколько вещей. Во-первых, это исторический очерк США. Мы, нас называют нацией иммигрантов, потому что люди со всего мира приезжают к нам, приезжали в Нью-Йорк поначалу, в другие города. И вот статуя свободы всегда приветствовала тех пришлицов, которые приезжали в нашу страну. Много лет назад было сказано, мы попытались взять за всего мира бедных и убогих и дать им свободу. Мы создали конституцию, которая пропагандирует права и свободу. У нас три ветви власти. исполнительная власть – это президент, Белый дом, законодательная власть, это, соответственно, Конгресс, и Палата представителей, и Сенат. И есть судебная власть, и это наш Верховный суд. Все они действуют независимо, но, конечно, они между собой в значительной степени связаны. Это то, что касается истории. В результате всего этого Конституция дала нам били о правах, и все это, конечно, менялось с изменением ландшафта в Америке. Сначала новые поселенцы приезжали на кораблях, некоторые были на палубах на верхних, другие были в трюмах, это были те рабы, которых, мои предки, в частности, которых везли в США. Несмотря на то, что мы нация, которая верит в Верховенство вправо, тем не менее, это все происходило в нашей истории. Я расскажу о двух примерах, которые, мне кажется, отражают это. О том, как можно достичь вот этот баланс между целями и мерами, и насколько сложен этот баланс. Этот баланс хрупкий, неустойчивый между безопасностью. С одной стороны, нужно сделать так, чтобы отдельные лица и государства жили в безопасности, а с другой стороны, мы должны дать свободу, свободу слову, свободу выражения, свободу выбирать любую одежду, свободу, чтобы твоя точка зрения не уважалась, даже если она отличается. И было два примера, которые изменили наш взгляд на безопасность в этом столетии. Конечно, сначала произошло 11 сентября 2001 года, как вспомнил господин министр, была террористическая атака на Нью-Йорк, на Вашингтон, на Пенсильванию, погибло более 3000 американцев и иностранцев тоже. И очень многие были ранены в ходе этого теракта. Вот эта атака на башню Всемирного торгового центра и самолет, который упал в Пенсильвании, потом один самолет врезался в Пентагон в Вашингтоне. Несмотря на все эти события, у нас не умерло стремление к свободе, мы не хотим жертвовать свободу, даже в эти тяжелые времена. 2001 год негативно сказался, конечно, не только на людей в нашей стране, на миллионах людей в других странах, и тем не менее я уважаю право государства реагировать на такого рода события, но тем не менее меры должны быть оправданным. Как сказал господин министр, в этом году произошла уже другая террористическая атака в Бостоне, в Массачусетс. И 11 сентября 2001 года они начались тоже в Бостоне, поскольку самолеты взлетели с бостонского аэропорта и потом превратились в ракеты, которые убили людей в Вашингтоне, Нью-Йорке, Пенсильвании. 15 сентября мы были атакованы двумя людьми. 15 вернее не сентября, конечно, апреля. И это произошло, конечно, к смерти нескольких человек. Очень много людей были ранены. И реакция была другая. С одной стороны, люди хотели отомстить, чтобы те, кто совершил этот теракт, за него заплатил. А с другой стороны, люди говорили о том, что необходимо соблюдать требования правосудия, должен быть соответствующий процесс. И говоря вот об этих двух молодых людях, они, по-моему, чеченцы по происхождению, из России. Одному было 26 лет, Тамерлан. Другому было 19 лет. Это его брат Джакарт. И они вот, было доказано, что они как раз и являются злоумышленниками, виновными в теракте. Один из них был убит, а второй 19-летний попал в больницу. И теперь ему предъявляются очень серьезные объявления. Что в этом случае уникального? Здесь есть доказательства, что эти люди принесли взрывное устройство, на это место взорвали его, убили целый ряд людей. Но суть нашей демократии и суть нашей системы заключается в том, что сначала 19-летнего парня поместили в больницу, где его лечат врачи бесплатно, чтобы сохранить ему жизнь. И в этом суть демократии. Еще один момент заключается в том, что его брат похоронен на американском кладбище в штате Вирджиния. Несмотря на протесты, мы сочли, что этот человек достоин похорон. он и может быть похоронен в американской земле. Хотя многие возмущались тем, что мы вот так относимся к этим иностранцам. Оба этих брата, надо сказать, получили много привилегий от США. они учились в наших школах, они работали в нашей экономике. Один из них получил гражданство, у другого была зеленая карта, которая позволяла ему перемещаться и работать на американские компании. Один получал государственные субсидии. Так что вроде бы открытость к иммигрантам здесь была проявлена в полной мере. Но что можно об этом сказать сейчас? Наша Конституция били правах по-прежнему остаются в 2013 году столь же мощным инструментом, как десятилетия назад. В качестве примера я отойду уже от этих двух примеров, которые сказаны выше и скажу, как это работает. Может быть, вы помните, в 2000 году у нас были выборы президента. В результате этого два человека оказались в положении как бы победителей этих выборов. С одной стороны был Джордж В. Буш, с другой стороны был Эл Гор от демократов. У них было почти одинаковое количество голосов. Кто-то объявил Гора президентом, другой объявили президентом Буша. И все в результате зависело от Флорида, от распределения голосов во Флориде. Наш Верховный суд постановил, что не будет пересчета. Мы протестовали и в результате судебный суд, Верховный суд перевесом в один голос постановил, что необходимо произвести пересчет. Это было жесткое решение, но оно было принято, несмотря на все сложности с этим связанные. То есть все это говорит нам о необходимости соблюдения баланса между свободой слова, свободой собраний, свободой действий и безопасностью. Нашими ожиданиями о том, что наша страна нас защитит и поддержит. Безопасность достигла новых горизонтов. сейчас любой человек, гражданин, эмигрант, приезжий должен проходить досмотр очень подробный в аэропорту, чтобы никто не мог пронести оружие на борт самолета и не создать опасность для других пассажиров. Конечно, мы обладаем свободой перемещения и на самолете, и по морю, и по земле, но вот такие ограничения все равно нужны. Мы должны, может быть, удвоить, нам придется удвоить эти усилия, но все равно не за счет свободы. Мы должны широко распростертыми объятиями принимать приезжающих в США и соответствующим образом реагировать на внутренние и внешние угрозы. Что касается последующих шагов, я согласен с тем, что сказал генеральный прокурор Эрик Холдер, когда он приезжал в прошлом году на эту конференцию о балансе между правительственными действиями. Мы небольшая группа наций, у которых есть общие интересы, общие видения обеспечения безопасности во всем мире. С другой стороны, мы должны осознавать, что терроризм существует и он не исчезнет в ближайшее время. Террористические действия могут совершаться отдельными людьми, группами людей, государствами в любых формах. Это может быть и бомба, и отравление воды, распыление каких-то веществ в воздухе. Мы должны быть к этому готовы. И, наконец, я скажу о чем говорил президент Обама. Он учился у меня в Гарвардской школе права со своей женой Мишель Обама. И его отец из Кении, как вы знаете, африканец, его мать из Канзаса, белая женщина из американского штата. И вместе они представляют то, чего мы стараемся достичь. единой неделимой нации, верящей в свободу и справедливость для всех. И я думаю, что даже несмотря на то, что мы на инцидент 15 апреля смотрим как на трагедию, тем не менее, это не повод, чтобы закрывать двери, это не повод прекратить быть нацией иммигрантов, несмотря ни на что, мы сохраним нашу приверженность свободе и правосудие для всех. Спасибо за внимание. Господин Англия, это безусловно тоже позиция впечатляющая. Следующий спикер нашего круглого стола господин Акира Кавамура, 22-й президент Международной Ассоциации Адвокатских Образований, очень опытный юрист, адвокат, который практиковал в разных сферах, в том числе в области защиты и гарантии прав обвиняемых, в том числе по делам о международном терроризме, то есть человек, который обладает уникальным опытом и во многом очень интересным, важным видением тех вопросов, которые мы обсуждаем, но кроме того, господин Кавамура, вы еще и философ, я это понимаю и чувствую, да, собственно, ваша страна является образцом философского отношения их жизни, причем такого, которое приносит вполне конкретный практический результат прямо сейчас, а не в отдаленном будущем. У меня к вам вопрос во многом философский, который мы пока что еще все-таки не затронули в нашей дискуссии. Не кажется ли вам, что с одной стороны ставила главу угла и совершенно правильно делая гарантию прав человека и свобод человека, а с другой стороны постоянно развивая и укрепляя культ потребления, мы тем самым провоцируем людей на то, чтобы они принимали допинг и стремились быть лучшими и успешными, несмотря на свои собственные возможности, но и свою собственную ответственность, уважение прав других людей и безопасности других людей. и так или иначе продолжаю укреплять свои собственные страны, обеспечивая их приоритет в мировой экономике, в мировой правовой культуре, в политике, что тоже вполне логично и понятно. Не провоцируем ли мы тем самым более слабые страны на неадекватные действия, которые они рано или поздно совершат. Спасибо. Большое спасибо, господин Коновалов. Вы, безусловно, переоценили мои возможности. Вопрос вы задали сложный, но я думаю, что я все-таки попытаюсь на него отвечать, хоть в какой-то степени в моем выступлении, которое я подготовил к нашему сегодняшнему обсуждению. Как вы, наверное, помните, моя страна, Япония, буквально пару лет назад стояла перед лицом очень серьезной угрозой, угрозой, которая угрожала, извините за автологию, и соседним странам, включая Россию и США. Это был сбой на атомной станции Фокусима. В результате серьезного землетрясения 11 марта 2011 года пострадала АЭС Фокусима. Я хочу вас всех поблагодарить за огромный объем симпатии и помощи, которые были щедро направлены нашему народу для того, чтобы возместить те потери и жизни, которые были утрачены в ходе этих трагических событий. Никто в мире не постарался при том предпринять какие-то контрдействия, контрмеры, противодействия против угрозы ядерной деятельности и выбросов, которые распорнялись по воздуху и погодной среде. Мы высоко оценили терпимость и интеллигентность народов соседних стран, в том числе и России, которые в течение всей всего периода дезактивации Фокусима, которые поддерживали нас в наших усилиях. Хотя сейчас уже мы достаточно серьезно восстановились после этой событии. Мы считаем, что мы понесли огромные потери и конечно результаты утраты этой электростанции, как и закрытие других электростанций привели к гигантским финансовым потерям. Количество жителей, которым было приказано эвакуироваться из своих жилищ, поскольку они находились вблизи поврежденной атомной электростанции, составляет приблизительно 500 тысяч человек. 100 тысяч человек пока еще не получили разрешения вернуться в свои жилища из этого числа даже сегодня. И конечно это огромное воздействие оказало на Японию. Ну впоследствии этого события Япония считает, что стоит перед достаточно серьезными угрозами как нашим нашему населению. Населению так. Мы считаем, что в настоящее время существуют другие угрозы, помимо перечисленных. Во-первых, это угроза ядерной воды, ядерной войны с одной стороны одной из соседних стран. И территориальные вопросы также возникают с другими соседними государствами, которые могут потребовать применение военных мер, если не будет найдено политического или дипломатического решения, причем в своевременном времени, достаточно быстрое. То есть меры противодействия, которые могут приняты с стороны Японии, могут привести к серьезному укреплению военных сил. Ну мы считаем, что необходимо эти меры могут быть приняты, несмотря на то, что применение военной силы запрещено согласно Конституции Японии. В настоящее время сформулирована политическая повестка дня нашим правительством, и там перечислены достаточно реальные угрозы, которые стоят сегодня перед Японией. Каким образом противодействовать угрозе военных конфликтов, хотя они кажутся достаточно удаленными. Но есть острова, которые находятся на достаточно удалении от Японии, как и вблизи нее, которые являются предметом спора. Была принята в свое время пятая поправка Конституции Японии. Японские границы скоро должны поставить правильный баланс между политическими целями и теми мерами, которые могут быть обоснованно приняты для достижения этих целей. Как вы должны знать, Генеральное Ассамбление Организации Объединенных Наций приняло резолюцию о Верховенстве Закона 24 сентября 2012 года в прошлом году. Принятие этой резолюции является результатом четкого руководства, которое было проявлено господином Панги Муна, генеральным секретарем Разобъединенных Наций. Я хотел бы вам напомнить, что Дмитрий Медведев точно так же упомянул тот же самый предмет, то есть Верховенство Закона на своей вступительной речи, на открытии нашего форума вчера. С вашего позволения я хочу также повторить его замечания, которые относятся к хорошо принято юридическим сообществам Японии. Я должен согласиться с господином Медведевым в том, что касается Верховенства Закона. Баланс между целями и средствами может быть только основан на Верховенстве Закона, не на политике. Авария на Атомной Электростанции не могла быть предвращена исключительно Верховенством Закона, но любой территориальный спор должен руководствоваться только Верховенством Закона, судебной системой, если только не удается достигнуть взаимопримемельного дружеского урегулирования. Мой друг Юрисконтур Организации Объединенных Наций бывшим, господин Ханс Корал из Швеции написал на прошлой неделе в прошлой неделе написано для одной шведской газеты. Он написал статью, которая называется «Права человека под угрозой». Он сказал, что люди не должны в борьбе против терроризма использовать такие средства, как пытка и преступление. с любыми преступлениями следует бороться только через четвертую поправку. Я был полностью убежден его статьей и считаю, что мы должны претращать угрозы и что мир и благополучие человечества должны защищаться с помощью верховенства права. Верховенство права в международном контексте не должно оставаться лишь принципом, но должно эффективно внедряться через применительную практику как в международном праве, так и через такие организации, как ООН и Международный Уголовный Суд. Они должны реализовываться в полном масштабе и международные юристы должны разработать такие международные механизмы, которые обеспечат просвещение, воспитание и формирование общественного сознания и государственного сознания. Я родился в тот год, когда была учреждена организация объединенных наций. По многим текущим вопросам мы работаем в тесной увязке с организацией объединенных наций, мы работаем совместно и с международным трибуналом по бывшей Евгославии и работаем и по таким делам, которые рассматривает Международный уголовный суд. и в частности наши юристы участвовали в суде над Трогобайо. Институт прав человека вмешивается активно в случае нарушения прав меньшинства в Мьянбе, например, и мы участвуем в деятельности Совета по правам человека. и мы формальные запросы обычно направляем по таким нарушениям. мы считаем, что также неправительственные организации чрезвычайно большую роль играют и должны играть в учреждении такой системы, которая должна привести к раховенцу с два конца. и наша организация также будет продвигать верховенство закона и мы занимаемся образованием многих международных юристов, которые поддерживают такую деятельность по защите прав человека и продвижению верховенства закона. господин губанов я ответил на ваш вопрос да господин коновалов да я ответил на ваш вопрос издалека но наверное в конечном счете когда-нибудь я пойму его подлинное глубокое значение господин Каламура огромное спасибо вам за выступление последний заявленных спикеров сегодня это многоуважаемый господин Нило Яскинин первый генеральный адвокат суда европейского союза господин Нило Яскинин пожалуйста вторым словом спасибо господин председатель для меня господин председатель и господин министр для меня большое удовольствие к сожалению господин Скурс президент европейского суда справедливости не смог участвовать в этом форуме я решил поговорить о принципе верховенства права который у нас реализуется в Европейском союзе европейский мы не являемся единственной европейской организацией которая реализует свою деятельность на основании принципов верховенства прав человека с 1952 года европейская интеграция и сформированное им сообщество юристов работает по общим единым правилам и принципам и мы не мы 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 не следуем правила международной дипломатии а мы руководствуемся международным правом что касается правовых культур то в разных культурах по-разному интерпретируется традиционное правило которое фрагулируется как право верховенства закона и на некоторые языки трудно даже перевести его рейштадт по-немецки как правило подчеркивает важность для каждого человека этого этой концепции а французы рассматривают скорее концепцию законности администрации французские концепции это то концепция которая позволяет администрации более эффективно контролировать сообщество мы считаем что верховенство закона должно находить свое воплощение транслируясь в практическую верховенство законов для каждого человека так мы считаем что фундаментальное значение имеет это к что Vu сказали , мясо так возможно к арх кр л Dreams ям Продолжение следует... 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 И также права, которые включаются в 9 основных свобод и прав, которые перечислены в Конституции, они стали экономически, юридически обязательными в 2009 году. И третий угловый камень, эффективная судебная защита, требует, чтобы была эффективная система судебных инструментов защиты. И судебная защита должна следовать требованиям справедливого суда, как указано в Европейской конвенции прав человека, и фундаментальным правилам Европейской хартии. И должны выполняться эти правила как национальными судами, так и с Европейским судом. Принцип верховенства права чрезвычайно важен для экономической интеграции, для эффективного осуществления экономических прав граждан и компаний. В последнее время эта концепция относится и к таким отраслям, как экономическое право, право-убежище для беженцев. Я хочу помнить три важных решения, которые истекают из этого нового принципа верховенства закона. Во-первых, решение 2008 года, которое гласит, что... Значит, что судебная власть должна осуществлять надзор над списком граждан, которые имеют якобы связи с террористическими организациями и личностями. И это является гарантией судебной защиты. Еще одно решение – это решение 2012 года, которое относится к убежищу, право-убежище в Европейском Союзе. Такая называемая дублинская система, которая означает, что заявки на убежище рассматриваются той страной, членами Европейского Союза, в которую впервые прибыли. Продолжение следует... 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 Устойчивое выражение – борьба не на жизнь, а на смерть. И когда на стороне, которую мы считаем правой, на нашей стороне заведомый избыток силы, мы, конечно, можем позволить себе великодушие и соразмерность ответа на самые серьёзные угрозы. Но когда у нас нет такого подавляющего превосходства в силе, когда действительно стоит вопрос в буквальном смысле слова жизни и смерти, тогда ситуация совсем иная, и тогда Сталин в 1942 году подписывает приказ «Ни шагу назад», который уж точно, простите меня, не предупреждает, «Ни шагу назад», «Ни шагу назад», «Ни шагу назад», «Знац�» «Знаццо» Продолжение следует... 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 Именно в том, чтобы отличать использование государственного суверенитета от злоупотребления суверенитетом. И мы должны всегда следить за тем, чтобы различать законное от незаконного. Большое спасибо. Неофициальный приз самого яркого спикера первых двух дней встреч в Санкт-Петербурге получил судья Вульф. Ваша честь, у Вас есть порядка трех минут для того, чтобы подвести черту сегодняшней дискуссии. Для меня это большой сюрприз. Спасибо, господин министр. У меня был вопрос на самом деле. Я хотел бы его задать в контексте моего опыта, судьи, работавшего в США. Вопрос такой. В какой степени в каждой из Ваших стран, Ваше правительство или Ваши народы, Ваше правительство или 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 Ваше прав Продолжение следует... Продолжение следует... Такой информант, бывший информант, схвачен, и сейчас его будут судить за 18 убийств, которые он совершил, будучи информантом ФБР, доносившим на козу ностру. То есть всё секретное имеет тенденцию к дегенерации, даже в системе правосудия. И сейчас мы должны отыскать баланс между свободой и безопасностью. Это вызов. Политики, в конечном счёте, должны принять это решение, но я хочу, чтобы вы сказали каждый про свою страну очень коротко. Действительно ли вы... Насколько людям можно разрешить знать в наших условиях, чтобы они могли быть информированными и участвовать в принятии решений? Ну что ж, начнём по порядку. Как раз в Соединённых Штатов. Господин Оглетри, пожалуйста. Сто слов. Я буду очень краток. Я думаю, что судья Уолф очень хорошо отметил. Реально, действительно, в Соединённых Штатах мы придерживаемся того мнения, что у людей есть право знать, кто угрожает Соединённым Штатам и как мы реагируем на это. Но одна вещь, о которой мы сегодня и помянули, которая отличается в Соединённых Штатах от того, что в других странах, это то, что, как я сказал, что законодательная область и исполнительная отрасль власти серьёзно зависит не от четвёртой власти, а от прессы. И они информируют публику, нравится оно или нет, о том, что происходит. А публика знает о абсолютном большинстве преступлений. Именно пресса даёт информацию о большинстве случаев. И именно информация прессы приводит к занижаниям, допустим, серьёзных преступников. Они часто инсценируют. И мы должны полностью обсудить ситуацию в этой области. Но даже те, кого обвиняют в преступлениях, например, бывшие юристы, например, от защиты, они должны воспользоваться своими правами и не свидетельствовать про себя, воспользоваться правами, быть рассмотренными большим жюри. Даже несмотря на то, что их часто описывают как плохие люди, они должны и они обязаны, и они пользуются всеми конституционными правами, как и прочие граждане моей страны. Прежде чем я также начну с точки зрения Европейского Союза, я хочу поговорить о финском законе, может быть. Мы должны отличать разные ситуации. Прежде всего, для того, чтобы обеспечить прозрачность, распорядность с точки зрения публики в целом. То есть, вся информация должна представляться людям, на которых будут оказывать действия судебные решения, государственные решения. Также должны иметь полную информированность и те люди, которых судят. В финском законе у нас есть общее правило транспарентности. Но, что касается безопасности, то, быть может, это является одним из оснований для ограничения такого доступа к информации прозрачности. Но, что касается прозрачности для всех сторон, то здесь труднее. Потому что, значит, если вы выступаете со стороны защиты, то, быть может, вам не всю информацию представляет администрация. Но проблема в том, что в некоторых контекстах информация является конфиденциальной. И она конфиденциальная для защиты, допустим, прав тех, кого вы защищаете. Она конфиденциальная с точки зрения третьих сторон. В нашем праве, я думаю, и это принято европейским правом и финским правом. Но есть ограничения с точки зрения, значит, есть резолюции, значит, если должно быть определенное средство, должна быть определенная осмотрительность, когда вы принимаете решение о представлении информации. И насколько велика эта сдержанность, это зависит от конкретного случая, от конкретного судебного дела. И третий вопрос, который, как я знаю, чрезвычайно актуален в Соединенном Королевстве. Это проведение секретных судов. Это, быть может, наиболее серьезная и трудная вещь, поскольку это тот случай, когда у вас есть уголовный закон, уголовное право. И здесь можно просто сказать, что, насколько я помню, европейский суд прав человека не всегда совсем согласен. Могут быть исключительные случаи. Когда, скажем, перекрестный допрос с другой стороны может быть ограничен. Итоговый момент – это то, что мы должны осматривать эти проблемы как в краткосрочном плане, так и в долгосрочном плане. В краткосрочном плане, конечно, может быть определенное ограничение. Но всегда, когда у вас есть такое ограничение, то, в конце концов, вы как бы сами по себя закладываете мину. И когда вы принимаете какие-то исключения, то вы должны все-таки основываться на общем праве. Я думаю, что, оказывается, господина Макнелли и господина Оглитри уже 20 минут, журналисты ждут на интервью. Поэтому, господин Макнелли, мы предоставим вам слово буквально на минуту, и потом вас двоих отпустим, видимо, чтобы вы могли заняться своей программой. И сами в течение пяти минут тоже закончим сессию. Пожалуйста. Да, очень быстро. Значит, что касается процедурных материалов, я хочу один пример дать. Когда у нас были очень крупные парламентские национальные едваты в Британии, и соглашение, которое мы досклили в конце, о том, что есть определенная информация, которая важна для защиты национальной безопасности. Но в обычных обстоятельствах именно судья должен принимать такое решение и должен поддерживаться баланс. Иначе можно потратить всю политическую свою карьеру, считая, а правду, уверовав в защиту информации и прозрачности. Но я думаю, у вас один из великих судей сказал, что некоторые любят самые сильные дезинфектанты. Я соглашаюсь. Потому что обязательства превыше всего. Госпожа Северина, пожалуйста, буквально несколько слов. Очень коротко, потому что почти со всем, что здесь было сказано коллегами, я согласен. Проблема не только в транспарентности, а проблема в том, как сочетать конфиденциальность и транспарентность. Потому что в некоторых вопросах конфиденциальность и крестность еще необходимы. Есть вопросы государственной тайны, есть следственная тайна, и есть информация закрытая, поскольку она касается защиты государственных интересов. И вот сосчитать, найти правильное соотношение всех этих факторов очень сложно. Вы всегда называете прессу четвертой власти. Я бы сказал, что это первая власть, потому что власть того, кто может информировать людей. И поскольку каждая власть должна отвечать за свои действия, за информацию, которую распространяют, поэтому, возможно, нужно какие-то решения принимать идеологического характера, достаточно стройки, чтобы в работе журналистов, так журналистов, баланса транспарентности и закрытости. Синьор Каламура. Вы знаете, очень сильная организованная преступность, но они очень сильные. Но, вы знаете, принят специальный закон в их отношении, согласно которому любой человек, который входит в их группы, если они что-то делают, то они немедленно подрежат аресту. И этот закон работает достаточно хорошо. Но, тем не менее, вот эта сильная группа гангстеров Якудзо, тем не менее, продолжают сохранять свою силу, мощь. И, в принципе, получается, что мы с ними осуществляем мирное сосуществование с этой организованной преступностью. И поэтому транспарентность здесь даже никогда не ставится под вопрос серьезно. Те судьи, которые выносят свои решения и борются с организованной преступностью, практически никогда не подвергаются нападениям, на них не срушаются атаки, и их не запугивают, не ранят. То есть процессы происходят достаточно мирно. Вот эта ситуация в Японии. Но, быть может, японская философия, которую вы упомянули здесь, быть может, помогает нам в этой ситуации. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, я хотел подвести короткую, подчеркну некую пунктирную черту нашей полемики, потому что вопросы, которые мы вынесли сегодня на обсуждение, очевидно, не имели перспектив быть разрешенными в течение полутора, двух, восемнадцати, сорока восьми и многих, на самом деле, сотен часов. Но мы выносим их на повестку обсуждения сознательно, потому что, как мы говорим, что качество дискуссии на площадках форума является самым главным его результатом, имея в виду конкретные вопросы правоприменения, там, где можно найти конкретные ответы на конкретные вопросы в течение полемики на круглых столах. Так, в некоторых категориях дискуссий мы считаем важным результатом сам факт постановки этих вопросов, потому что не секрет, что мы, юристы, да и политики тоже, будучи погруженными в текучку постоянных конкретных проблем, часто даже не пытаемся или не успеваем ставить вопросы на перспективу или в глобальном разрезе, что мне представляется глубоко неправильным и имеющим, вполне возможно, неприятные последствия. То есть то, что мы хотя бы определяем для себя некие новые границы, полемики, которые мы рассчитываем освоить в течение одного, двух, трех последующих лет, нам, как организаторам форума, кажется тоже важным. Поэтому мы ни в коей мере не претендовали сегодня на отточенные, отлитые в бронзе формулировки, которые мы будем впредь следовать, но то, что мы хотя бы начинаем обсуждать эти вопросы, уже второй год подряд их обсуждаем, нам кажется важным результатом. Мы сегодня много говорили, и я считаю неплохо, что мы констатировали этот вопрос, как ключевой, как самый значимый на сегодняшний момент, о балансе свободы и безопасности, свободы и ограничений ради безопасности. Я предлагаю под завершение нашей сегодняшней встречи подумать о том, что у этого вопроса, о балансах, есть еще более глобальный вопрос. Это вопрос о соотношении контроля и доверия. И я не знаю, отвечу ли я на вопрос господина Вульфа, если скажу, что по моему персональному, возможно, неправильному мнению, в России этот баланс всегда был смещен в основном в сторону контроля. Это первое. Второе. В тех случаях, когда контролем в России пренебрегали, она переживала совершенно страшные катаклизмы. Ну и наконец третье. В тех случаях, когда этот баланс смещался в большей степени в сторону доверия, Россия переживала самые невероятные и вдохновляющие другие нации взлеты в своей истории. Я думаю, что и для других стран соотношение контроля и доверия – это вопрос ключевой, в том числе и для штатов. Я предлагаю нам всем с вами подумать об этом и в следующий раз в этой аудитории, в других измененных аудиториях поговорить об этом еще более интересно и полнотворно. Большое вам спасибо всем за дискуссию.